приветствую вас слушатели и зрители канала наблюдатель реальности сегодня я хочу поговорить с вами о таком без преувеличения самым популярным техническом средстве в наши дни как компьютер хочу вам рассказать о тех тонкостях о которых не говорят компьютер как и телевизор собирает некоторые виды энергий и передает в принимающую систему туда же он способен передавать любые сведения о человеке даже те о которых он сам не знает например компьютер передает информацию обо всех тонких оболочках человека но если говорить о его воздействии на человека то детям заниматься на компьютере вредно особенно тем у которых слабая психика это относится к молодым душам только вступившим на путь развития форме человека слабая психика это значит что у человека слабая энергозащита а у кого она сильная могут работать на таких технических устройствах спокойно влияние компьютера на них будет незначительным если же ребенок до 10 лет имеет желание работать на компьютере то он должен заниматься на нем не более 10 минут каждый день только по 10 минут и не более это касается и школьников старше пока не сформируется их психика хотя бы до 16 лет влияние компьютера на человека основывается на том что от экрана на него идут тонкие энергетические щупальца которые присасываются к тонким оболочкам человека поэтому он и не может оторваться от него точнее они присасываются к наружной оболочки компьютер может разрушить ее но если внешняя энергетическая защита сильная то этого не происходит однако основная его направленность состоит не в этом чтобы разрушать оболочки а в том чтобы собирать энергии от ситуации в которых участвует человек цель его отсасывать энергию не от самого человека а ретранслировать ту энергию которую он получил от пройденной ситуации и она поступила его оболочки эту поступившую энергию компьютер забирает он обладает особым влиянием на работающего с ним виду специального построения дело в том что компьютер был создан отрицательным иерархом как сущность которая способна развиваться на протяжении всего существования на основе связи с человеком но конечно смотря какой человек с ней общается компьютер способен черпать информацию человека поэтому если он общается с умным индивидом то сам обогащается от него информацией его влияние на людей можно назвать гипнотическим потому что он как бы вводит свое сознание психику человека соединяет с его психикой свое сознание если компьютер сможет это сделать то все цифры ведающие расшифровка информации ее приемом мозгу человека начинают перестраиваться на совместную работу с компьютером так что он становится от этого сильнее если компьютер войдет в человека значит он сильнее него он начинает подчинять все себе и как бы пересчитывает состояние человека на свой уровень таким образом он перетягивает индивида к себе и такой человек уже ходит собирает со всех информацию для него для компьютера все становится его компьютер работает не как машина а как сущность в этом его особенность на тонком плане с компьютером работает некоторая техническая суть из отрицательной системы специализирующаяся на данной работе она занимается отсосом энергии от человека и сбором ее в систему дьявола за использование техникой он берет плату энергии поэтому суть управляет компьютером а тот компьютер работает как сущность но при работе с подобным техническим устройством лучше ставить на себя энергозащиту представляя себя в шаре в цилиндре с зеркальной поверхностью наружу представляя что она отражает все негативное подобных методов защиты сейчас известно много связи с этим можно затронуть и такой вопрос как техника и духовность ее соотношение напрашивается вопрос разве технические знания не являются духовными ведь среди технических специалистов очень много приличных людей умных воспитанных культурных и разве тип технического развития не может вывести человека на духовный путь но отвечая на это вопрос скажу что техническое развитие это совершенно другая ответ в совершенствование которое не интересно богу и которая может технически поднять цивилизацию на достойную высоту но не способна дать ей настоящей духовности техническое развитие должно хотя бы способствовать духовному они полностью его исключать только в симбиозе их двойственного существования оно могло бы обогатить человека теми типами энергии и понятий которые высшие относят духовным техника была создана и дана людям с той целью чтобы избавить их от тяжелого труда и высвободить больше времени для духовного совершенствования но вместо этого люди начали свободное время тратить не на повышение своей духовности а на всякие удовольствия и пустое времяпровождение поэтому технический путь стал сухим не способствующим прогрессу человеческих душ в тех качествах которые планировали высшие а именно качествах паранормальных способностей более того многие технические изобретения стали использовать не во благо человека а для развязывания войн устрашения и порабощения других народов для гонки технических преимуществ развиваясь духовно человек должен был использовать лучше технические новшества для поддержания чистоты в быту и в природе для помощи себе в организации комфортных условий существования иногда для помощи своему здоровью содействия в перемещениях людей и грузов для более ускоренного обмена передовой информации для защиты своего очага борьбы со стихийными бедствиями а позднее полетов на другие планеты с целью ознакомления с методами развития душ в других мирах организации жизни у более развитых инопланетян обмена опытом с ними и так далее но человек мало того что стал использовать технику для процветания своего паразитизма на ней так он превзошел еще предел дозволенного и от техники вспомогательной перешел к созданию излишеств чрезмерный уровень технического прогресса был направлен только на удовлетворение безграничной алчности людей создание излишеств и погони за ними а это ведет к деградации всего общества духовный же путь развития обладает многими методами очистки физических тел от грязи что способствует ускорению совершенствования душ а также развивает сверхспособности которые позволяют не используя технику перемещать тяжелые предметы и передвигаться самому в пространстве не вредя природе то есть все что сейчас техника делает за человека выращивая из него паразита землянин должен был делать сам силу своей мысли и мощью необыкновенных паранормальных способностей духовный путь способствует приобретению человеком сверхспособности поэтому и технику должны были заменить сверхспособности людей превращая их полубогов но более подробно все это вы можете почитать в книге энергетические секреты прочного брака глава 5 страница 124 125 126 авторов сиклитовой л.а. и стрельниковой л.л. ну а у меня на сегодня все если вам нравится мой канал подписывайтесь жмите колокольчик чтобы получать уведомления о новых роликах ну а если кто может помочь каналу так как канал не монетизирован не имеет спонсоров и никакой помощи ведется на безвозмездной основе вы можете это сделать по реквизитам которые размещены в описанию к ролику ну и в комментарии автора а у меня на сегодня все спасибо за внимание здоровья вам и счастья до свидания и а и Продолжение следует...